Слава Иисусу Христу Я вот так вот сейчас готовлюсь к причастию тоже к Евхаристии И говорю сам себе, говорю это в небеса, говорю это и вот в эфир сейчас Что ранами Иисуса Христа я исцелен Как тяжело это порой говорить вообще Вот сегодня допустим проснулся еще рано Но просто и шею как парализовало и вообще такая немощь И знаете я встаю, вот у меня одно такое Иисус, Иисус, Иисус Знаете как тяжело допустим человек переживает это все Бог это знает конечно, он наш создатель Но его впечатляет как мы веруем Небеса впечатляют именно это, эти вещи, как мы веруем Это единственное что может удивить небеса Потому что Бога ты ничем больше не удивишь, вообще не восхитишь Но именно верой угодить Богу не просто можно, даже и нужно вообще А без веры ничем больше не угодишь Единственное что впечатляет, что угождает Богу Это вера, его восхищает вера, его удивляет вера И мы учимся этой вере, учимся веровать всю нашу жизнь Ибо мы ходим верою, а не видение И вот уже вот сейчас 6 часов, уже утра по киевскому времени Молюсь, как отпустило вроде как, но все равно еще так и То есть симптомы все ощущаю, вот этого недуга, да Но я сам впечатляюсь этим, этой верой И я провозглашаю, что ранами Иисуса Христа я исцелен Кровью Иисуса Христа омыт от грехов Очищен Словом Божьим Я благодарю Бога за эту возможность веровать За эту и теорию, и практику веры И теории, и практика веры Интересно Сегодня вот такой урок для меня Веры И каждый день мы проходим какие-то уроки веры нашей Учимся веровать, учимся вере Удивительно В периоды даже безденежные, казалось бы, да Веруем Я учусь тоже веровать, что Бог мой обеспечитель Сверхъестественный обеспечитель Что Он есть действительно живой Бог Эль-Шадай, более чем достаточный Бог Это удивительно Когда болезнь Когда недуг Но переступая через все Через не хочу, через не могу Через болезнь Через видимые Через симптомы этой болезни Провозглашаю, что Ранами Иисуса Христа я исцелен Это вера, которая впечатляет небеса Чувствуешь чувство вины Осознаешь ошибки в жизни совершил Осознаешь вот что, да Набедокурил, как говорят, да Осознаешь, что мимо цели Буквально, да, грех переводится Грех Это то, что разделяет человека и Бога И проблема, она только вот здесь и здесь Не на небесах На небесах уже проблем никаких нет с нами Потому что Бог во Христе примирил с собой мир Уже примирил с собой мир Два тысячелетия назад Исторически, если брать Это совершилось Но это совершается каждый раз В умах и сердцах человеческих В наших душах Когда человек принимает искупительную жертву Иисуса Христа Светлана пишет Шалом, 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 мир Мир, шалом Слава Богу Вчера, кстати, вот Я же купил Как называется Фатир Фатир Хлеб Такую пресную лепешку Фатир, называйте Или Фатир Фатир, по-моему Вот, такую пресную лепешку купил здесь Таджики продают, по-моему Ну, то они пекут Азиаты, да Очень вкусно Молодцы, конечно Вот, и Там у них написано Халяль Халяль, значит Это, значит Ну, это то же самое Ну, почти Почти то же самое Что у нас Кошер Да Там, халяль Вот Ну, я там поприветствовал тоже его Салям, говорю Салям Салям алейкум Алейкум ассалям Рад человек, конечно Мир и пожелал Шалом Салям Мир И вот сегодня Буду преломлять Вот такую Красивую Вкусную лепешку Вот Купил Фатир Да, они пекут Из пресного теста Там есть Такие обычные лепешки Дрожжевые Вот Но иногда у них Вот Выставляется И вот В продажу Фатир Вот этот Мне очень Нравится Сегодня Буду совершать Хлебопреломление Сегодня У меня чаша Она Вот здесь Виноградный сок у меня Купил заранее тоже Позаботился Когда возможность есть То старое Не забываю То покупаю заранее Но когда нет Допустим Ничего под руками И Рассуждаю о теле Крови Христа То я просто беру Даже просто воды наливаю Просто сухарики Вот я говорю У меня здесь еще Еще остались Засушенные С России Привез еще Орловский хлеб Вот И вот Такие сухарики Нарезал Засушил Они уже Да Вот Ржевной хлеб Очень люблю Вот Но Так что Причастие Это действительно Как я вот повторяю Паки и паки Как говорится Снова и снова Что это Не Просто качество Хлеба Да Вот такой Замечательный Преснок Да Вот пресный Фатер Да Или Вот Просто Орловский хлеб Ржевной хлеб Допустим Да Не важно Вот Или печенюшки Вот порой Просто печенюшки Беру там Какие-то принесли Там А это еще мне Кифа оставил Ему Баптиста Дарив дорогу Печенюшки А он привез Мне сюда Вот так и лежат Они вот Иногда Растов И печенюшками Преломляю Обычные печенья Какие-то галеты Там И вот И вода И печенюшки И самое главное Причастие Совершается Оно здесь И здесь Нет Конечно Когда мы Участвуем В церковном Хлебопреломлении Причастия Когда Церемониально Литургийно Допустим Там В костеле Там католическом Там В православном храме Там В молитвенном доме Там У писятников Баптистов Адвентистов Методистов Кого еще В христианстве Великое множество Ветвей Огромное количество Таких направлений Различных Ветвей Именно Всяких Живых Полуживых Надломленных Отломленных Разных Разных Засыхающих Засохших Класящихся И приносящих Плоды Много разных И много разных Традиций Современных Рожденных Уже вот В наши дни Исторических Таких вот Старых Там Которым По 300 По 500 лет Допустим Если брать Старые Протестантские Церкви Или как у нас В православии Там полутора тысячелетней Давности Уже традиция Литургийная Даже более чем Вот И Или как Старое католическое Мессо Допустим Она Очень красивая Торжественная Так вот Ну знаете как Царская Какая-то Очень красивая Такая Вот Или современная Католическое Мессо Я бываю В костелах Таких Современных Вот И Общаюсь Порой С католиками Харизматиками Дают мне слово В костелах Тоже Проповедовать Когда я Проповедую Я как раз И говорю Что В главном У нас должно быть Единство В главном Должно быть Единство А во второстепенном Да Свобода Разнообразие А во всем Любовь Блаженного Августина Цитирую В главном Единство Во второстепенном Свобода Разнообразие А во всем Любовь И вот это Очень Думаю Важный Такой девиз Кстати Летом Даст Бог Соберемся На собор Здесь Я планирую И сейчас В это время Тоже Собираться Здесь у нас В Киеве Даст Бог В начале апреля Я посмотрю Сейчас Шея двигается Чуть-чуть двигается Да Вот Опять-таки Я начал с того Что Сегодняшний утренний Этот эфир Что проснулся Сегодня Еще рано Но никакой Шея как будто Спарализовала Или продул Или что И боль Ну как говорят Адская Знаете Вот Просто невероятно И Прямо с самого утра Вот И Вот реально До слез Вот Такая боль Что слезы просто Льются Потому что Терпеть не в моготу Просто вообще И Я провозглашаю Иисус Лежную постель Не могу там Повернуть голову А провозглашаю Иисус 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 И провозглашаю Что Что кровью Иисуса Христа Я исцелен Что ранами Иисуса Христа Я спасен Вот к шести утра Вот Вот уже Ну и расходился Как бы И вот уже Чуть поворачиваю Шею Знаете Но самое-то главное Я к чему начал С утра Об этом В эфире Прям Говорить Почему я Ну Кто подключился Послушайте Что Без веры угодить Богу невозможно И что единственное Что Угождает небесам Да и что впечатляет Бога Что впечатляет Небеса И приводит В ужас И в трепет Преисподню Что восхищает Всех ангелов Божьих И Просто приводит В Депрессию Всех бесов И демонов Это вера Наша Наша вера Вот это вера Когда Ты чувствуешь Вину Допустим Да И осуждение У тебя И ты не можешь Ся простить И ты Коришь себя А ведь люди Порой Годами Это делают Знаете Это ужасно Порой Десятилетиями Даже Я встречал Таковых Несчастные души Такие Мертвые души Фактически Умершие Заживо Это страшно Очень Состояние Примеров Таких Десятки Могу назвать Что Ну скажу Так У нормального Человека Волосы дыбом Поднимаются Но Но Дамы и господа Я сейчас не о том А о том Что Что бы ты ни чувствовал Есть прощение Не прощение Оно только здесь И здесь Это только Субъективно У нас Объективно Если подходить Бог уже Нас простил Небеса Он с нами Примирился С его стороны Нет Проблема Греха Это С нашей С нашей стороны Проблема С нашей стороны Вот здесь И здесь И Но как тяжело Я это знаю И каждый Нормальный Верующий Это знает Как тяжело Действительно Веровать Проще Конечно Жить Верой Такой Мертвой Верой Вот Себя укорять Вот бедный Я грешник И все И нет мне прощения Как делали многие Отцы церкви В древности Особенно Было Очень жутко Модно Популярно В средние века Было популярно Читаешь Этих Святых Умерших Многих Древности Средневековья Они жили В самоосуждении В кельях И говорили Все бедный Я грешник Я погибающий Грешник Вот проще Всего Так вот жить Проще всего Это Заниматься Самоедством Это Знаете ли Вера Мертвая Это вера Бесовская Душевная Это вера Которая Она Скажу так Понятна Плоти И она Угодна Плоти Человеческой Будем так Говорить Но Эта вера Она очень Сильно Радует Бесов Очень Сильно Льстит Дьяволу Потому что Его самооценку Поднимает Его заслугу Его царство Королевство Возвеличивает Вот такая вера Она приводит В печаль Божьих ангелов И она От человека Закрывает Небеса Вера Бесовская Душевная Она очень Естественна Для человека И поэтому Она более В христианстве Даже популярна Чем Божья Божья вера А Божья вера Это не бросить Весла Вера душевная Бесовская Это я Среди христиан Да Вот Популярная Это вот Бросить Весла И Будь что Будет Знаете Вот Оно куда Кривая Выведет Как знаете Проще всего Так вот Хотя это тоже Порой Ну как героизм Преподносится Но на самом деле Это проще всего Заявить что Будь что Будет Вот Что Богу угодно Как бы Вот то и будет Как бы Значит вот Вот оно будет Так оно и будет Пускай Вот если я выздоровлю То выздоровлю Если нет Значит нет Помру Помру Не помру Не помру Как бы Все одно Все от Бога Все от Бога Все от Бога И Богом прикрывается Вот такая вера Очень даже Серьезно И это очень большая проблема На самом деле И Перечитывая Жития святых Я вижу Что Особенно Средневековых Что эта вера Очень популярна Была В то время Она даже Наверное Выдавалась Как раз Именно за Истинное Христианство Кстати Сегодня тоже Многие очень Христиане Разные конфессии Разных направлений Христианства Особенно у нас В православии Считают Это Чуть ли не Святой Божьей верой Несчастная Люди Ну наверное Еще подливают Масло в огонь Знаете что Что Ну Святые же так Поступали Раньше Да Роман Подключился До славы Иисусу Христу Господу И Богу Нашему Аминь Кстати Сегодня 21 У нас Февраля 2019 Год Да А 21 Февраля В календаре ООН Вообще В целом Да Международный Календарь Есть такой Есть Государственный Календарь А есть Такой Общепланетарный Календарь Календарь ООН Называется Там много Интересных Дат Но есть Такие Не очень Интересные Даты Есть Даже Очень Неинтересные А есть Такие Как допустим 27 числа Мы Января Отмечали День Холокоста Вспоминали Жертв Холокоста В календаре ООН Обозначено Слава Богу Что в календаре ООН Обозначили Такое Так вот В календаре ООН Сегодня 21 февраля Это день Родного Языка Ридной Мовы Множество Народов Множество Языков Множество Наречий И Вообще Со времен Еще Вавилонского Столпотворения Как мы читаем Да Разделились Языки И этот процесс Он продолжился Продолжился И продолжается По сей час Разделение Языков Значит И Удивительный Процесс Конечно Вот И От Таких Порой Сложнейших Языков До Простейших Такая Ну там Не эволюция А такая Как назвать это Даже Не знаю Деградация Такая Языков Идет Кстати Поэтому В Советском Союзе Лингвистику Не любили Не в почете Она была В Академии наук СССР Почему Потому что Лингвистика Как раз Именно Полностью Не спровергала Марксистскую Ленинскую Теорию Эволюционизма Да Потому что Лингвистика Однозначно Доказывает Что Сто процентов Однозначно Доказывает Что Нет никакой Эволюции Языковой Ни один язык Не прошел В мире Среди всех Национальностей Культур Планеты нашей Да Ни один язык Не прошел Эволюцию От Как предполагал Маркс, Энгельс Там Прочие товарищи От Простейшего К сложнейшему От простого К сложному Нет Наоборот Все языки На планете Или же почти все Но все известные языки Однозначно Вот такие Великие Прошли процесс Эволюции Проходят От сложнейших К простейшим Вот Поэтому Ну ладно Это тоже замечание Поэтому Сегодня читал Утром Засветло Нельсона Манделу Чернокожий Известный Такой Деятель Вот И Выступавший Против Расизма Вот Дискриминации И Очень интересно Нельсен Мандела Он Как раз Говорил Да Светлана Пишет Да Значит С днем Иных языков Тоже Да Тоже Иных языков Да Государственным языком Царства Божьего Очень хорошо подмечено Спасибо Спасибо Светлана Спасибо Да Да Действительно Это Государственные языки Тоже Но конечно Языки И Известны Здесь В человеческом Роде Они Безусловно Небесам Известны И Впечатляют Небеса Но есть И языки Не только Человеческие Да Мы знаем Что есть И языки Ангельские Вот И Есть Расы Различные Да Народы Племена Человеческие Которые Очень Разные Языки Я Слышал Некоторые Языки Допустим Вот Найдите На ютубе Допустим Языки Бушменов Допустим Или Индейцев Бразильских Вы Удивитесь Это Такие Языки Которые Я бы Не подумал Что такие Языки В природе Могут Существовать Человеческой Но Есть Такие Цокающие Всякие Смыкающие И шмыкающие Непонятно Но они Понимают Друг друга Они Изъясняются Друг Перед Другом Этими Языками Вот И Также В ангельских Мирах Ангельских Миров Мы Понимаем Из писаний Очень Немного Об этом Говорится Но Их Тоже Великое Множество Этих Миров Я так Предполагаю Расы Народы Всевозможные Ангельские И У них Тоже Множество Своих Языков Вот И Я Благодарю Бога Всемогущего Что И Здесь На земле Мы Соприкасаемся С небом И Когда Переживаем Крещение Духом Святым То Одно Из Переживаний Иных Языков Так Вот И Нельсона Манделу Вспоминаю Сегодня Читал Его Утром Как раз Очень Хорошее Изречение Я даже Одну Цитату Перепостил В Группе На Фейсбуке Экуменизм Как Идеология Общих Общихристианского Единства Вот так Наберите Экуменизм Группа А вот Как раз Я перепостил Нельсона Манделу Где он Говорит Очень Мудро Что Когда Мы Говорим К Человеку На Знакомом Ему Языке На Речии Мы Говорим К Его Уму Но Когда Мы Говорим На Его Родном Языке То Мы Говорим К Его Сердцу К Его Душе Удивительно Да Ну Не знаю Может И не так Это Но Я Сегодня Был Впечатлен Почему Вот Этим Изречением Его Как Особенно Как По Сердцу Мне Стало То Когда Я Говорю К другому Человеку На Том Языке Который Он Понимает Я Говорю К Его Разум Но Когда Говорю На Его Языке Природном Родном Его Я Говорю К Его Душе Я Говорю К Его Сердцу Удивительно Вот Моя Жизнь Тоже Я Так Анализировался Перечитывая Манделу Нальсона Знаете Вот Размышлял Думаю Надо же Вот Для меня Русский Язык Это тот Язык Который Я понимаю На котором Я общаюсь С которым Я вырос И С первого Класса Со второго Класса Ну С первого Класса Даже Школы То есть Там Семи лет Моей жизни Этот язык Является Моим языком Да Я на нем Общаюсь Говорю Проповедую Молюсь И от Бога Слово Получаю На этом языке Но Но Все равно Тот язык Моего детства Он не забылся Хотя Я татарский Очень плохо знаю И Когда Общаются Допустим Тюрки Народы Тюркские Разные То Слова Знакомые Узнаю Крымские Татары Ну Там Совсем Другой Диалект Но Тоже Узнаю Некоторые Слова И Могу Лишь догадываться О чем Удет Речь Потому что Я забыл Я уже Вот Шести Семи лет Семи Именно Не практикую Фактически Татарский Вообще Не практикую Татарский Забылся Он уже У меня Но Мне сейчас 50 лет Тогда было Семь лет То есть Всю свою Жизнь Я Живу На русском Языке И с русским Языком Татарский Язык Язык Моего детства Язык Моей семьи Татарской По матери Татарин Мама Моя Ибрагимова Вот И Знаете Он Мне не знаком Фактически Сейчас Я Ну Начинаю там Читать что-то Узнавать Какие-то слова Вспоминаю С детства Но Знаете Интересно Переживаю Порой Вот иногда Включаю Татарские Песни Почти не понимаю Слов Иногда Кое-что Вспоминается Но Начинаю Плакать Сразу Начинаю Плакать Вот И Молюсь Как-то По-особенному Удивительно Да Еврейский Язык Он вообще Мне не было знаком Никогда Вообще Не в детстве Сейчас я лишь изучаю Еврейский язык Иврит Но это язык Моих Прощуров По матери Я татарин Но по отцу Это еврей Но правда Русские евреи Наши Это те были Кто потеряли Вообще Своё еврейство Бабушка моя Идиш Знала Не иврит А идиш Я думал Это немецкий язык Она знает Оказывается Уже Только уже Взрослым человеком Я узнал Что оказывается Она немецкий Не знала Это был идиш Вот Я думал Словечки её Вот эти На немецком языке Мы ещё с братом Ещё думали Надо же Наверное Бабушка наша Была где-то Может как шпионка Какая-то В тылу немецком Кто его знает Как бы Она у нас Ветеран ЧК НКВД Вот Оказывается Она немецкий Не знала Оказывается Она знала Ну похожий На немецкий Но Еврейский диалект Такой Немецкого языка Можно так выразиться Грубо говоря Сегодня на идиш Вообще Почти никто не говорит Это Летко-летко Кто Что-то знает Из стариков Хотя и молодёжь есть В Израиле Говорят Есть молодёжь Ради интереса Вот Ради Культурного интереса Такого Возрождающего Идиш Общающегося На идиш Читающего Пишущего Но это уже Как бы язык Забытый Фактически Очень Единицы Носители Этого языка В Нью-Йорке Встречал Стариков Да Которые Идиш Знали Интересно Наши русские евреи Сохранили Идиш Интересно Это единицы Это Это как бы Это единицы На самом деле Но Идиш я Слушал Но он как-то Не касается Сердца Все равно Начинает Иврит Изучать Слова Какие-то И плачу Слова Ивриты Некоторые Изучаю И начинаю Плакать Я понимаю Что Стал Постарше Что-то Понимать Стал И Душа Она Реагирует На То Что ты Даже Не понимаешь Может быть Умом Но Это то Что Внутри Заложено Прикоснуться К народу Можно Именно Зная Его язык В Украине Украинская мова Она Меня Очень сильно Впечатлила Вообще В 97 Году Когда я Приехал В Украину Первый раз В своей жизни То я Был впечатлен Именно Украинской Мовою Хотя Вот Потом я Был в Киеве Здесь Не общались На украинском Но Во Львове Я слышал Украинскую Мову Но самое Главное Пение Меня Впечатлило Пение Вот эти песни Рождественские Гимны Исполнялись Время Еще было До Рождества Но Как бы К этому Шло Вот И Пелись Эти рождественские Песни И в костеле В соборе Святого Юра Там пелось Вот И Они там Репетировали Там что-то Вот Я слушал Я восторгался Удивлялся Отцы-воселяни Пели Там тоже Вот Был у них Там в гостях Я был Очень сильно Впечатлен Вообще Вот Тем Что я Слышал Думаю Вот Действительно Это чудо Чудо Душа народа Даже если украинцы Многие и забыли Свой язык Свою мову То все равно Вот Душа народа Она сохраняется В этих языках Вот в этих вот Мелодиях Вот в этих вот Песнях Удивительно Я потом приехал Ну две Я приехал Когда в Украину Был во Львове Вот Там две недели А потом Сюда приехал В Киев Вот И уже в Киеве Ох Господи Спасибо тебе Да Здесь конечно Украинского языка Вообще не слышал я Мога украинская Это сейчас Больше или меньше Там звучит Там звучит Радуешься Но Да и сейчас Честно говоря В Киеве Очень редко кто Так вот Украинское Могу Размавляет К сожалению Хотя об этом говорят Что надо восстанавливать Возрождать Но на практике Вот Можно пройти В метро проехаться Пройтись по улицам Единицы буквально К сожалению Это еще о чем говорит Что до такого Большого Возрождения Еще очень далеко На самом деле Вот На самом деле Очень далеко Вот И это нужно Какой-то сознательный Акт сделать Людям Как вот Знаете ли Как вот Еврейский народ Сделал это Героический поступок Я думал Я думаю Что пример Израиля Для Украины Будет очень Очень насущным Актуальным Важным Переселенцы Знавшие Идиш Знавшие Немецкий Знавшие Там Другие Европейские Языки Переселенцы Израиль Тогда Еще И сто Лет Назад И Позже Переселять Особенно После Второй Мировой Войны Договаривались Что будут Общаться На Иврите Будут Возрождать Еврейский Язык Тогда уже Забытый Вообще Носителей Языка Этого не было Это был Ну в синагогах Можно было Услышать Там Да Ну опять-таки Это синагогальные Литургийные Тексты Большинству Евреев Непонятные И Как возрождать Язык Когда уже Тысячелетия На нем Никто не Разговаривал Тысячелетия Украина Порядка Там Трех Четырех Столетий Отрывалась От Своего Языка Искусственно Насильственно Находясь То в составе Там Российской Империи То В составе СССР Находясь Вот И Душа Народа Поэтому Стала больная Душа народа Стала больная И Украинский народ Фактически Душевно Духовно Вымирал Особенно В советский Период Вот И Знаете И вот Только сейчас Началась Такая Волна Пробуждения Духовного Пробуждения Которая Влияет И на Душевное Пробуждение Допустим В Германии Да Когда Началось Пробуждение Вот Значит Там Пять Сталетий Назад При Мартине Лютере Да Пожалуйста Да Люди Пробуждались Духовно Но Душевное Немецкие Немецкие Народы Они Осознавали Необходимость И молиться На родном Языке И На своем Родном Немецком И петь Гимны И этот Такой толчок Дало Мощный Что уже Даже Враги Реформации Контрреформаторы Поняли Что это Уже Не остановить Этот процесс Уже Не остановить И уже Даже Католическая Церковь Веками Гнавшая Реформацию Протестантов Уже После Второй Мировой Войны Даже Приняло Решение Служить Службу Божью Мессу Литургию На понятных Людям Языках То есть Сдались В этом направлении Раньше Держались Только Золотинский Язык То есть Прошло Пять Столетий Меньше Чуть И То За что Боролись Реформаторы 16 Столетия Стало Реальностью Сегодня Для католической Церкви Слава Богу О чем Это говорит Еще О том Что Духовное Пробуждение Да Оно Всегда Связанное С национальными Пробуждениями Пробуждением Национальной Культуры Традиции Вот Так всегда Бывает Вообще В истории Даже Самые Мертвые Народы Уже Забывшие Все и Вся Перекати Поле Вот И Самой Страшной Иллюстрацией Является Советский Народ Состоявший Из разных Народов Земли Нашей Да Но Созданный Искусственно Селекционно Отобранный Значит Миллионы Душ Были Загублены Ради Дьявольской Селекции Создавался Один Народ Который Потерял бы Все и Вся Всю Культуру Всю Традицию Русский Язык Стал Официальным Языком Всех Этих Народов Такой Общности Навеки Сплотила Русь Как пелось В гимне Но Все это Ерунда На самом деле И русский Народ От этого Больше всего Пострадал Я считаю Потому что При насилии Сам насильник Он по сути Страдает Намного больше Как раз Вот именно Убивая себя Свою душу Убиваю И поэтому Душа русского народа Она мертва Хотя Вот Язык Он казалось бы Распространился По всем народам Ближайшим Но сам русский народ Умер И я верю В силу воскресения Я верю В то что Бог Действительно Даже мертв Оживляет Израиль В древности Напоминал Порой Даже еще Более Страшное Зрелище Чем даже Сегодняшние Допустим И русские Народы И украинские Другие Народы Бывшего Безбожного Атеистического Советского Союза Израиль Порой Напоминал Гораздо Страшнейшее Зрелище Поле Зрелище Составили Составили Составлялись Такие скелеты Как бы Да Потом На них Плоть Появилась На этих Костях Кожа Но они Были еще Мертвы И потом Дохни На этих Убитых Дух Вот он Помолился И Дух Божий Дух Святой Дыхнул На этих Убитых И встало Весьма Великое Полчище Я знаю Что Это был Прекраснейший Образ Возрождение Израиля И это Прекрасный Образ Возрождение Всех Народов Всех Рас Всех Национальностей Во Христе Иисусе Ныне Во Христе Иисусе Есть это Реальное Возрождение Слава Богу И сегодняшним Днем Когда День Родного Языка День Ридной Мовы Общепланетарно Мы отмечаем В календаре ООН Я молюсь Сегодня И за русский Народ За украинский За все Народы Бывшего Безбожного Атеистического Советского Союза Противобожного Союза Когда Объединились Под властью Безбожия Против Бога Объединились Знаете ли И 70 лет Этого ужаса Коммунизма На нашей земле Сегодня конечно Идет процесс Со скрипом Медленно Но Он таки идет Особенно здесь В Украине Он очень ощущается Процесс декоммунизации Слава Богу Но декоммунизация Это не просто Переименовать улицы Это тоже конечно Элемент декоммунизации Очень важный Но это гораздо простой Путь Еще Гораздо более сложнее Декоммунизация Здесь и здесь Вырвать коммунизм Из себя Из своего сердца Из своей памяти Из своего разума Убить коммуниста В себе Вот это сложнее Гораздо Проще Комуняку Нагеляку Чем Вот Своего Комуняку Нагеляку Слова Божьего Вырвать это Из себя Вырвать это Из себя Покаяться в этом В коммунизме Покаяться в этом Это очень важно Это акт веры Опять таки С чего началась Сегодняшняя трансляция Которая впечатляет небеса Это акт веры Когда ты еще Это не видишь Но движешься Не видением Не то что ты видишь Ощущаешь Знаешь Помнишь Понимаешь То во что ты веришь Движешься верою Потому что Именно небеса Впечатляет Бога Впечатляет Наша вера Не наши Вот эти Мертвости Не Самосожаление И смирение Ложное смирение С болезнью С нищетой С проблемой И прочее Это все Лишь Тешит Дьявола И всех его бесов Но что впечатляет Бога И всех его Божьих ангелов Небеса впечатляют Наша вера Отец наш Авраам Он Впечатлил Небеса Да Это было так И Поверил Авраам Богу Это Вменилось ему В праведность Это удивительная История Любви Удивительная История Любви Бог И человек Человек И Бог Эта история Любви Продолжается Тысячелетие Эта история Любви Два Тысячелетия Назад Она Настолько Достигла Своей Кульминации Сын Божий Он же И Сын Человеческий Взошел На крест Чтобы Всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь Вечную Сын Божий И Сын Человеческий Взошел На Голгофу И Отцы Древности Говорили Очень красиво Такую фразу Бог Стал Человеком Чтобы Человек Стал Богом Ну Как бы Во многом Спорная фраза Такая Изречение Спорная Но Сам принцип Он очень Понятен Шалом Сережа Шалом Иночка Шалом И сегодня И сегодня Сейчас Время Как раз Совершим Причастие Хлебопреломление Акт Любви Небесной У меня У меня У меня Такая Лепешка Пресная Фатер Называется Фатер Купил Здесь Вот И Возле метро Лисова Там как раз Пекут Вот Очень вкусно Пахнет Лепешка Такая Красивая Вкусная Лепешка У меня Есть Виноградный Сок Для Причастия Все Готово Но На самом Деле Причастие Совершается Не Просто Ртом Нашим Или Желудком Нашим Нет Оно Совершается Умом И сердцем Нашим Душой Нашей Да Нашим Рассуждением О теле Крови Христа Иногда Я наливаю Просто воды И беру Просто Кусочек Хлеба Ржанового Или печенюшку Какую И Молюсь Воспоминая Голговские Страдания Иисуса Христа Тело И кровь Иисуса Христа Молюсь И благодарю Бога Совершаю Вот это Божественное Евхаристию Хлебопреломление Хлебопреломление Причастие Евхаристия Таинство Тело Крови Христа Это Таинство Веры Это Не качество Хлеба Или Вина Нет Это Качество Нашей Веры Это Качество Нашего Рассуждения И оно Совершается Сердцем Нашим И умом Нашим Душой Нашей Слава Богу А то Что Входит Нас То Что Мы Кушаем Оно Не может Нас Осквернить Но то Что Исходит Из нас Вот оно Может Либо Осквернить Либо Осветить Самое Освещающее Из Освещающих Нас Размышлений Наших Много Прекрасных Мыслей Рождаются В человеке Верующим Который Освещает Нас Но Самое Прекрасное Из Прекрасных Что Освещает Нас Это Рассуждение Наше О теле Крови Иисуса Христа И я Рассуждаю Сегодня Вместе С вами Друзья Что Иисус Христос Он Мой Спаситель Он Мой Господь Он Мой Царь Мой Бог Мой Целитель Мой Освободитель Мой Брат Мой Друг Спасибо Господу Иисус Христос Его Святая Кровь Омыла Меня От Всякого Греха Две Тысячи Лет Назад И Сегодня Сейчас Иисус Христос Тот же Ранами Иисуса Христа Я Исцелен Милостью Бога Прощен Благоставлен Всеми Благоставениями Небес Через Иисуса Христа И Ни В Ком Другом Нет Спасения Я Этот Символ Веры Апостольский Их Исповедание Наших Старших Братьев Исповедание Веры Записано В Деяниях Апостольских Исповедую Постоянно Каждодневно И Я Говорю Их Апостолов Учеников Символ Веры Ни В Ком Другом Нет Спасения Нет Ни В Ком Другом Спасения Исцеления Жизни Нет Другого Имени Под Небом Данного Нам Людям Которым Надлежало Нам Спастись Которым Спасены Которым Спасаемся Спасибо Господу За все За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За Воскресенье Твое За Победу Твою За Жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Счастливую Пресчастливую Благодарю Тебя Отец Мой Сущий На небесах Досвятится Имя Твое Благодарю Тебя Иисус Христос Господь Мой Спаситель Мой Благодарю О Дух О Дух Святой Ты всегда Со мной Утешитель Мой За все Я Благодарю За все Я Благодарю За Голгофу За Кровь Я Тебя Благодарю За Воскресенье Твое За Победу Твою Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Иисус Благодарю О Дух Святой За Все Я Благодарю За Все Я Благодарю Благодарю Тебя Господь За Великий Дар Твой Спасение Жизнь Вечная Во Христе Иисусе Господе Нашем Дар Свыше Дар Небес Благодарю Тебя Господь Боже И принимаю Этот Дар Божественный И Восхваляю Тебя Ныне И во Все Дни Моей Жизни И Вечности И даже Смерть Не разлучит Нас Боже Всемогущий Благодарю Тебя За Спасение И Вечности И Твое Спасение Проявляемое Ныне Сейчас Здесь На этой Земле В исцелении Освобождении Благословения Твоих Слава Тебе Господь И Царь Наш Благословен 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 Аллилуйя Слава Тебе Господь Слава Тело Христа Тело Иисуса Христа Кровь Иисуса Христа Аминь 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 Благословен Бог Наш Царь Вселенной Давший Нам Хлеб Из Земли Аминь Благословен Господь Бог Наш Великий Всемогущий Благословен Господь Бог Наш Давший Нам плод виноградной Лозы Аминь 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 лихаем за жизнь мира ты отдал свою жизнь господь мой спаситель иисус христос аллилуйя слава тебе кровь твоя во мне тело моё часть тела твоего мы с тобой одной крови ты и я мы с тобой одного тела ты и я мой господь спасибо спасибо боже всемогущий за эту благодать спасибо боже всемогущий за жизнь спасибо 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 благодать господа нашего иисуса христа любовь бога отца общение святого духа со всеми нами аминь пусть бог благословит вас братья сестры слава богу здесь роман написал еще что-то здесь вот почему в православии и католицизме вино хлеб и вино смешивают когда господь причащал не так но греко-католики да они проводят служение но это подробно надо рассказывать историю христианства вот это просто традиция такая традиция еще считается с пятого шестого столетий тянущаяся но она реально чуть позже возникла даже не пятом шестом но обычно объясняют так вот такая традиция возникла не давать хлеб на руки люди нам ворожили колдовали насчет на этом хлебе там и прочим много было всяких суеверий люди не возрождены церковь в то время она уже состояла как правило из людей не возрождено свыше вот от этого вся беда возникли традиции многие другие поэтому роман рекомендую посмотреть семинары мои по истории христианства они здесь есть на ютубе можно и скачивать смотреть слушать посмотрите я там об этом тоже рассказываю вот так что пусть бог благословит но по сути не так важно как это будет смешанное или там отдельно причастие совершать здесь и здесь все равно даже в желудке нас она смешается все это что что мы ели то вот самое главное то не это само понимание наше понимание вот и без рождения свыше без духовного перерождения причастия она просто не имеет смысла ну как не ну поешь хлебушка значит пьешь столько виноградного тоже на здоровье как-то хорошо слава богу но не больше то есть больше для физического здоровья но не для души и духа вот а когда человек возрожденно совершает это причастие то есть надо принять иисуса как спасителя своего вот это единственное вот такое что как бы для человека является таким водоразделом самым главным принять его спасение божье спасение если человек не спасем то причастие ему ну как с гуси вода говорят знаете как с гуси вода она вроде бы вода есть но она обтекает и он опять сухой опять он не мокрый вот поэтому или как там не знаю мертвому горчичнике ставить при парке там значит говорят да или поздно пить боржоми там ну то есть это всякие там есть выражения такие на эту тему но она смысле без бестолково и бессмысленно но для нас людей рожденных свыше причастие это сам иисус христос и поэтому когда приходят на служение люди разные даже если с улицы пришел человек и он вообще он ну как бы ни в бога ни в черта не веровал до этого момента да но если он на служение пришел и он в собрании у нас там оказался до каким-то образом если он согласился с тем что да и принял это сердцем своим да что исповедовал устами что иисус христос его господь бог спаситель целитель его то мы будем брат причащались неважно кто-то это мусульманин буддист атеист кто-то кем бы то ни был бы если ты принимаешь иисуса как своего спасителя христа божьего помазанника сына божьего то все ты наверно пути товарищ как говорится да пусть бог благословит вас вот и благоставляю вас всех дорогие друзья священническим благословением сегодняшним днем вот благоставляю сегодня все страны народы все вот пусть духовное пробуждение будет во всех народах и здесь в украинском народе пусть я молюсь о том чтобы украинская мова возрождалась чтобы в ближайшие же годы чтобы украина стала как можно более украиномовны чтобы украинцы вспомнили свой родной язык чтобы это чудо произошло оно к этому идет но очень медленно еще очень медленно хотя вот пять лет назад с начала революции достоинства процесс ускорился но все-таки я понимаю без духа святаго без 10 деяния духа святого этот процесс он еще растянется на десятилетия и здесь не помогут никакие решения это нужно вот действительно покаяние людей исправление обращение к богу вот глубокое покаяние глубинное покаяние которое затем пробудет и дух и душу и тело потому что бывает что дух возрожден и общался с масса многими такими допустим украинцами и общаюсь и вижу что дух возрожден но душа еще она вот в своих этих живет но проблема грехах и они даже и не интересуется украинца своим украинским языком вообще вот большинство я вот с кем общаюсь здесь вот украинцы казалось бы да но нет они не знают свой украинского языка это большая проблема вот ведь если возрожден дух то должна и душа возродиться должна душа воскресную тоже вот обязательно вот чтобы и дух и душа и тело были сохранены в пришествии господа потому что бог хочет спасти всего человека не просто частичку его не просто его искорку вот дух его на небесах нет нет бог хочет всего человека спасти исцелить и какие небеса какой рай без украинской мовы это это не рай служите это не рай какой рай без русского языка без белорусской мовы там без английского языка без китайских на речи ведь все языки здесь на земле бог не просто разделил они все языки они так или иначе отражают какие-то божьи вот эти благословения и вот всю всю славу эту свою народа даже принести на небеса и бог я ожидаю я верю он ожидает вот того чтобы все народы принесли в том числе и свои языки свои наречия свои свою культуру тоже принесли в небеса и прославили бога всемогущего это будет праздник наций вы не были если на праздники наций посмотрите в интернете я был на празднике наций праздник meistng народов всех в атланте г Джорджи и на счет он в америке в сша проводится ежегодно праздник наций это потрясающий праздник удивительный там люди разных национальности разных культур в своих национальных одеждах национальный мелодии свои 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 на своих языках славит господа бога всемогущего поют гимны это потрясающе там мне особенно запомнились румыны их вот инструментал и пение потрясающе там украинцы были там были россияне там были белорусы узбеки были из союза кого я запомнил а так китайские народы разные были монгола там были там японцы были индейцы разные там кого только не было и вместе там давали время определенной каждой группе до каждому народу и все выходили вот туда на стадион на сцену там в атланте в джорджии и воспевали господа пели гимны какие-то пели танцевали с веерами вот эти вот эти их не танцы азиатов индокитай вообще потрясающе красотища я подумал тогда сидя там в этом многотысячном собрании вот все вместе халилюя там славили бога южные баптисты организовывали вот это это зрелищное это зрелищный концерт как бы значит назвать это не знаю потрясающе у меня не было камеры тогда к сожалению так вот записать бы такую вещь даже для себя интересно очень я представил тогда сидит в том собрании многотысячном думаю а как же на небесах будет представляю когда к богу все народы придут и принесут славу эту культуру то все языки эти все на разных и на речьях это будет так что бог обнимет всех нас скажет дети мои спасибо идите ко мне все он всех нас любит и благоставляет и сегодня благоставляет всю нашу страдавшуюся планету во имя господне благоставляю украину благоставляю киев благоставляю да пусть здесь на на берегах днепра славится имя иисуса христа иисусу слава иисусу слава иисусу слава луна и письня нацхилами днепра иисусу слава иисусу слава спивае вильна украина люди украины quedar киеве украины все мать и рука и прославляйте сына он и единый бог он своя Иисус Христос Иисус слава, спевает вільно Украина. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вся земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба чистий сильний дощ, коли сонце правди порозгодить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого Сина, всемогутній Батько, нам дарує ріки вічного життя. Иисусу слава, Иисусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Иисусу слава, Иисусу слава, спеває вільно Украина. Иисусу слава, навіки, навіки, Иисусу слава, навіки, навіки. Слава, Иисусу Христу, навіки слава, Богу святому. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Богу за вас, миру і життя вам. Света, Иисус, путь. Пусть это буде государственним гимном Украини. Аллилуйя. Я тоже за це молюсь, честно говоря. Вот я, коли услышав в первый раз эту песню, я очень Богу благодарен за Коропа Валеру. Он неделю назад был уже в вечности, да. Уже неделю, как его нет с нами, он шел в вечности. Вот. И вот слова эти, этой песни, я всегда воспринимал с самого начала, когда услышав первый раз из его уст эту песню. Он автор, исполнитель этой песни. Знаете, я воспринял ее как гимн, духовный гимн. И я по-новому влюбился в украинскую мову. Именно через этот гимн, именно через это пение. Иисусу слава. Если вы бываете на Западе, в Западной Украине, во Львове, во Львове, там все здороваются даже таким образом. За место здрасте у них в их культуре, вот западноукраинской, это сохранилось. Там здороваются таким образом, говорят, слава Иисусу Христу. И отвечают, слава навики Богу Святому. Слава навики. Но, по крайней мере, говорят, славит Христа, славит Иисуса Христа.